Ну, включи эту. Сейчас хоть видно? Сейчас мы воздух охладили. Точно. Сейчас видно? Ну, я в эфире, да. Сейчас видно, друзья мои? Идет, да? Ага. Вахая мыльности, да. Ну, вам же только смотри, угрогатка у джига. Хорошо, что с вами. Друзья мои, я извиняюсь, но вахая мыльности, да. Значит, дальше. Значит, по словам вот этого автора, гробницей погребальных храмов Ицутского собора, согласно местному преданию, считался усыпальницей святого апостола Андрея Первозванного. Правда, другое предание, по словам того же Бакранзе, называло ее гробницей святого Иоанна Златоуста. Вот такая интерпретация, да, вы знаете как, я тоже в одно время поддержал, да, использовал вот это сообщение Бакранзе, но она не совсем тоже верна. Это тоже нужно иметь в виду. Не безосновательно, но не подтверждается последующий факт. Понятно, что усыпальницей Андрея Первозванного не могла быть, мы, конечно, очень знаем, эта усыпальница находится в Ахайии Греческой, в городе Патрон, но то, что Андрей Первозванный был в Пицунге, и в память о нем что-то подобное могло быть устроено, это факт. Значит, это нужно помнить. То же самое касается и Иоанна Златоуста. В силу того, что все знали, что он был создан в Пицунду, они могли, значит, сделать в память об этом и событии. Дальше. Следующий факт. Значит, сейчас вы видите собой как раз, видите. Значит, известный русский востоковед, византолог, археолог, епископ Чигиринский Порфирий Успенский. Жил, работал последние годы в Одессе. Значит, Одесское общество истории древности получило 12 января 73-го года разрешение на проведение археологических изысканий на восточном берегу Черного моря, то есть у нас. И вот первая заметка, значит, написанная этим автором и посвященная Пицунской надписи, была публикована в 1877 году. Значит, что он нам сообщает? Внутри башни, он называет ту часовню, которую мы с вами видели, башню, мы говорим храмы, усыпальницы и так далее, встроен в придвор Пицунского собора над могилой была видна полустертая надпись, то есть, представляете, это еще в его время была усердная надпись, вязью на греческом языке. Надпись, писанная им в 1875 году, гласила следующее. И вот здесь, видите, вот здесь, где стоит, значит, вот этот знак, пропущено, здесь полностью терен вот этот фрагмент надписи, и дальше идет Вот то, что вы видите в скобках, добавлено самим этим автором, он полагает, что там должны были быть вот эти два слова, что означает, значит, помилуй его. Таким образом, он ее переводит, это его перевод, это и мой, помяни Господи рабов Божьего Параскева, Урафа, который создал это святилище, значит, словом святилище не именуют храмы, и этот Тур-Леон, то есть башню Львову, ну, в смысле, винная башня он хочет перевести, видимо, он пытается это перевести, используя французский и греческий, значит, заимствовали уже во французский слово Леон и Тур. Во время владычества тирана и кафарикоса и демона, ты, Господи, знаешь, все и исполни их, то есть то храм, храм и башня, милостью двоей. Значит, вот более-менее полноцентный текст, который мы имеем. Дальше. Следующий автор, у которого мы читаем, значит, про эту надпись, еще один российский историк и археолог, Николай Никифорович Мурзакевич, вы как раз его здесь видите. У него есть такая замечательная работа, если кому интересно, называется «Древнейший пицунский православный храм на восточном берегу Черного моря». Эта работа опубликована в 1877 году. И он сообщает, «В притворе на правой стороне углу построен в виде круглой башенки турлеона, значит, парикли сельнем каменная неглубокая временная могила-усыпальница со стертой живописью масляными красками, поврежденной греческой вязью 16 века следующего содержания». И, значит, он тоже приводит, вот его текст. Сейчас я не буду, друзья мои, вам снова зачитывать. Это практически одно и то же с тем, что мы до этого с вами видели. Ну, просто мы должны знать, что мы встречаем естественно. Но вот интересно, что он обращает внимание. Значит, про чтение и перевод греческой надписи, которую предложил Дюбуа, точнее Газе, он считает, что не совсем верен в чтение. И вот здесь мы с ним согласны. Дальше. Следующий автор, значит, филолог и классик, и археолог Иван Васильевич Помиловский. Значит, у него есть такая работа, называется «Сборник греческих и латинских надписей Кавказа». Вышла она в Санкт-Петербурге в 1881 году. Вы знаете, друзья мои, в 1881 год прошел целый век, практически слово, ну, почти, считайте, 150 лет. Но мы вот эту книжку, где человек собрал все греческие и латинские надписи Кавказа, мы еще должным образом не прочитали их. Фрагментарии. То есть мы имеем фрагментарии, и там, когда я открыл для себя, мы удивлен, сколько очень интересно, не только по теме Абхазии, да, на территории Абхазии памятник, который имеет греческие надписи, но и на Северном Кавказе, в Краснодарском крае и так далее. Значит, он приводит, он сам не был в педсуде, он не видел этой надписи, он просто человек, который работал, собирал материалы. И вот он предоставил возможность, он приводит фрагмент из заметки профессора греческой словесности Петербургского университета Гаврилос Ридоновича Дистуниса. Значит, вот этого человека, я думаю, что я смог фотографию найти, вот этот человек, значит, дистунис-профессор, он сравнивает предшествующие, значит, копии и дюба, что он приводит, и затем Мали Броссен, и епископа Порфирио Кустенского. Он делает филологический разбор, и он дает более, с точки зрения орфографии греческого языка, более правильный текст, значит, Петербургской надписи. Мы ее сейчас с вами увидим. Вот, пожалуйста. Значит, здесь все то же самое, как в виде помяни Господи, раба Божьего Поросхева, живописца, вот появляется еще один термин, за то, что он устроил храм и купол, владычество тирана Капликоса и Гдемона. Ты, Господи, все знаешь, и заплати, воздай, за это лето 7000. Вот вы же внимательно слушайте меня. Что нового здесь появилось? За лето он... Да. Заплати, воздай. Нет, заплати, воздай, это не столь важно. А там что было? 7000. Лето седьмое, а здесь лето семитысячное. Греческий язык, он имеет систему подсчета, да, буквами, то есть не арабскую, которую мы сейчас используем, систему, да? Вот эту штучку видите маленькую? Вот если она стоит наверху, семь, если она стоит внизу, семь тысяч. А ее там нету. Греческая надпись. То есть она исчезла, то есть не видна. Поэтому тот, кто полагает, что эта штучка должна быть наверху, он пишет лето седьмое. Тот, кто полагает, что нет, все-таки она должна быть внизу, он пишет лето семитысячное. Поэтому это очень важный момент, на который я обращаю ваше внимание. Теперь, друзья, теперь мы вот, вот больше у меня других данных нет. Ну, там еще есть, как у Чашлили тоже писал, в этой теме, точнее писал, и так далее. Но они не приводят эти тексты. Вот теперь мы имеем вот эти все мною перечисленные тексты, и теперь мы с вами внимательно их схамываем. Да? И попытаемся понять, какая все-таки из этих текстов, или прочтений, более верная. Значит, смотрите, копия, которая была сделана Фредериком Дюбуа, значит, сейчас обниму точку, чтобы мы вернемся к ней, и переведенный на французский язык Газе, сильно отличается от всех остальных. Совершенно очевидно, что вариант прочтения пицунской надписи, предложенной Газе, опубликованной Дюбуа, невелен. Поэтому, две конечные буквы, смотрите, что у него получилось. Да? Значит, если мы посмотрим эту греческую надпись, значит, одну минуту, и что? Вот. Вот смотрите, как человек прочитал. Значит, это вам будет интересно. Видите, две буквы, ВА. Вот, буква В и А. Гвито-яльфа. Вот, да, вот эти две буквы он присоединил к следующему слову. Таким образом получилось, если переводить на русский, на латынь, буква Вито читается как Б. Баураф. Видите как? То есть, при невнимательности он эту сюда унес, значит, две буквы пошли сюда, вместо вот этого пробела, и получилось у нас, значит, баураф имя, которого там нету. Дальше. Значит, во французском переводе опущена фраза, эль, винасти, авто, и так далее. Он придумал целую фразу. Ты, Господи, знаешь, нет, это не этот текст, сейчас, минуточку, вот он что сделал. Он вот эту всю фразу придумал. Время воскресения его измерт, вместе со всеми людьми. Этого вообще нету ни в одной из вышепроведенных греческих, значит, текстов греческих, акульгон, другим авторам. Теперь, значит, следующий автор у Муравьева Николая Андреевича, у него появляется впервые личное имя Параскива. И он первый автор, который прочитал живописец. Теперь смотрите, почему он прочитал, вам будет очень интересно. Так, одну муточку. Вот смотрите, Урафу, видите, где написано? Урафу. Вот к этому слову он добавил ЗОГ, ЗОГРАФУ. Три буквы он добавил, которые он полагает, что они отсутствуют. А слово ЗОГРАФУ, значит, ЗОГРАФУ означает на греческом живописец. Но мы не знаем, это так или не так. Но близко к этому его, да, поддержали Мурзакевич и Стургс. Значит, теперь, в копии Пицунской надписи, снятой Норовом, значит, и опубликованной Маре, там нет никаких знаков, там придуманы, Пар, Баураф, все это Дюбуа, что опубликовал, к сожалению, кардинал не имеет его отношения. Дальше, вот самое интересное, у Порфирио Успенского, вот в тексте, который вы видите, да, значит, вот здесь, здесь тоже появились новые добавления, в частности, вместо буквы 7, он дает, вот то, что вы видите, это греческий артикль, значит, греческий артикль дательного потяжа, и он добавляет Элейсу. Вы знаете, Порфирио Успенский, он очень много ездил на Востоке, переписывал многие, он знал прекрасно арабский, латын, греческий и так далее. Но почему он решил, что не год седьмой, а стоит вот этот артикль, и дальше он добавил эти слова, нам тоже сказать сложно, это тоже повторяют после его другие авторы. Теперь, и наконец, Дистюгнис, которого я только что вам приводил, вот в его тексте вот это существеннее, появление вот этой даты. Почему? Потому что, теперь вы не первый раз слышите лекцию по поводу даты и так далее. Скажите, пожалуйста, что значит год семитысячный? С отбрением Виром? Ох, молодец, смотри, профессиональные истории. Значит, почему отсотворение мира? Ну, потому что все изначально же шло, это не лекция возраста. потому что, потому что, потому что изначально так шло, а потому что византийская система подсчета времени строится на принципе от сотворения мира. То, что мы с вами привыкли использовать в наше время от Рождества Христова, она была на Западе, но в византийских рукописях она появляется очень-очень поздно, в 17-18 веках. Если вы посмотрите все календари, книги и так далее православных церквей, православных народов, все с вами веками, они все отчитывали от лета, значит, лета 7000. Да. Теперь, вот я хочу обратить ваше внимание, значит, если мы это лето переводим на современное летоисчисление, но это вам сложно будет сделать, значит, просто так, не имея каких-то приспособлений, мы имеем следующие даты. 1492 год. То есть, с точки зрения вот Царкова прочтения, да, что эта надпись была сделана, мы с этим пока не согласны, просто комментируем, да, значит, профессор Дистунис полагает, что вот эта надпись, а соответственно, значит, живописец жил в Бороснева, строили храм и купол, и в Деонго дали гос. Все эти лица и все эти события и факты относятся к 1492 году, то есть к 15 веку. Как Ислам может быть? Нет, друзья, мы не связываем это ни к отношению верного, но не совпадают. Но хочу обратить внимание на еще одну любопытную деталь, правда, я с такой трактовкой не согласен, но интересно. Значит, Дистунис относительно термина тиран, который используется в отношении абхазского католикоса, он пишет, тиран в эту пору не могло иметь значения хорошего. Вероятно, художнику пришлось жутко от католикоса, и он отвел душу этим словцом. Ну, мы это очень часто имели, но самый знаменитый случай, я надеюсь, вы знаете, когда Микеланджело рисовал, когда кардинал пришел, мне сложно сказать, какой храм он из-за него расписывал, с Китинской капеллой и так далее, сейчас много вспомню, просто, но когда кардинал пришел, он сказал такие слова, ну, говорит, такое живопись, так сказать, не место в храму, а место в отхожем месте. Ну, значит, Микеланджело обиделся, и один из персонажей, изображенный в аду, имел лиг этого кардинала. Ну, может быть, значит, что чаще всего очень тяжело было с католикосами абхазскими тоже, видимо, у них тоже были требования, да, но, все-таки, я все-таки полагаю, что слово тиран для такого контакта имеет значение господин в этом смысле. Теперь, значит, вот с учетом всего того, что я сказал, мы теперь с вами, значит, я вам предлагаю уже свой вариант прочтения этого текста. Значит, вот, значит, так как, друзья мои, я тоже не последнее слово, да, в этом рецепте, да, значит, может быть, еще другие найдутся, другие, но, по крайней мере, на данном этапе мы имеем следующее. Значит, помяни Господи, ну, греческие я сейчас не буду вам читать, вот эти все знаки, которые вы видите, они означают, что это отсутствует, но приблизительно полагается. Значит, помяни Господи, раба Божьего, Параскива, зоографа, то есть живописца, который устроил святыню, не святилища, святыню, храм, и турлеон, купол, во время владычества тирана, то есть правителя, господина, владыки, католикоса и в демона. Ты, Господи, знаешь все и воздай за это. Год семитысячный или год седьмой, как дается, значит, у многих авторов. Вот, мы имеем реконструкцию вот этой надписи. Если, значит, вот этих царапин не было, сейчас я могу быстро выйти. Правильно я прочел или неправильно я прочел, но благодаря, значит, советскому периоду и туристам, туристам, которые все там царапали, к сожалению, теперь вот эту процедуру можно сделать, но она требует усилий, средств, денег, технологий, специалистов и так далее, и так далее. Значит, даст Бог, может, если получится, сделает. Теперь вот мы с вами имеем вот эту надпись в Итсунском соборе на основе всего вот этого анализа, который мы привели. Я еще раз думаю, что это может быть и не окончательный вариант, да, могут быть дополнения появиться и так далее. И, кстати, сказать, многоточек, которые я там поставил, то уже это означает, что вполне возможно, что там еще какое-то слово могло быть. Но! Теперь нам важно содержать. И, имея вот эту надпись, теперь мы должны понять, а что она нам сообщает. Значит, смотрите, во-первых, значит, предположение Дюгуа, мы уже сказали, никакого Кира Баурафа ни при нем никаких этих надписей не было, но, значит, работ не было. Значит, но вот он обратил очень важное внимание на то, к чему относится слово, значит, турлион, купол, к самому и храм, к самому пиццурскому или к этой часовне, и он обратил очень важное внимание вот на эти две вещи. Почему вы увидите дальше? Судя по всему, теперь я уже свою версию предлагаю, да, фразы из греческой надписи погребального храмника Пиццурского собора устроил святыню, значит, устроил святыню, вот это, то есть он эпиисен тон эйрон кетон турлион тон турлон, значит, устроил святыню храм и турлион может означать как перестройку Пиццунского собора, потому что мы точно знаем, что Пиццунский собор строился в 10 веке, то есть так не может быть, значит, если надпись по крайней мере по 10 веку и соотносится к 15 веку, такого не может быть, что Пиццунский собор был построен в 15 веке, значит, речь идет о перестройке самого Пиццунского собора и постройке вот этого маленького погребального храмника, внутри него и создание росписи на его стенах, так и постройку только погребального храмника и создание росписи на его стенах. Другими словами, вот эта надпись не дает нам четко, вот, к сожалению, понять, если бы он это сделал бы в другой части Пиццунского собора, нам было бы легче. Мы понимали, что речь идет о всем Пиццунском соборе. Но поскольку она имеется имена в храмнике внутри Большого собора, поэтому для нас остается пока открытым, по крайней мере, с точки зрения сообщения этого надписи, речь идет о перестройке самого собора, значит, и создании вот этой часовни или усыпальницами храмника, или же все-таки только храмик маленький появился с этими росписями. Дальше. Значит, мы дополнительно указываем создание фресок на стенах погребального храма, поскольку греческая надписи является ее частью. Все эти работы были проведены человеком по имени Параскива. Данное имя греческого происхождения, значит, Параскива, оно вместе с самой надписью очевидно свидетельствует о том, что мастер, то есть архитектор и живописец, под руководством которого был перестроен Петсунский собор, был грек. Значит, до сих пор это имя очень часто используется, даже без святая Параскива, вы знаете, да? Значит, да? Ну, слово Параскива, что в греческом языке означает и пятницу. Поэтому вы слышите в русском переводе святая мученица, да, да, Параскива, то есть пятница, ничего не так иногда говорят. Все вышеуказанные авторы, которые писали о греческой надписи, за исключением от епископа Порфирия и Мурзакевича, термин Турлион переводят как купол. Значит, остальные, как вы слышали, башня, ну и в наше время мы говорим усыпальница, храмик и так далее, и так далее. Замечу, что слово вот это Турлион, которое вы здесь видите, слово Турлион, да, его нет в греческих словарях. На греческом языке для передачи архитектурного понятия кукол используется Трумбол. Отсюда и в русском языке мы тоже имеем Трум, да. Значит, только в одной поздней греческой надписи мне удалось найти вот такой контекста использование этого слова. Тамека Турлион Тузорзо Хутафа. То есть большой купол живоносного гроба имеется в виду Иерусалимский большой храм Воскресенье. Таким образом, значит, остается не совсем ясным, что именно имел в виду автор вот этой греческой надписи Иерусалимского собора. перестройку самого собора и его купола или перестройку собора и постройку у него погребального храмника. Или же перестройку только погребального храмника. Видите, сколько вопросов возникали. А для всех остальных все ясно. Да, когда ты не внимательен ко всем этим деталям, все становится ясно. Теперь, значит, в надписи сообщается, что постройка была осуществлена при католикосе в демоне. Да? Значит, это чем нам поможет, вы как думаете? Вот эта фраза, значит, во время владычества тиранам, оставьте этого тирана, католикоса и в демона. Чем нам это поможет? Да, то нам нужно узнать. Как? Какие годы он жил? Марк, ну, можно вас практически к защите диссертации на историческое ареум уже готовы полностью. Понятно, что если мы знаем, католикосы в Абхазах, у нас есть списки, правда, не все сохранившиеся имена, но тем не менее, у нас есть списки. Смотрим списки, значит, и в этих списках мы находим двух человек, значит, двух католикосов с именем Эвдемон. Один, Эвдемон первый, жил в 16 веке, и второй, Эвдемон второй, жил в 17 веке. Значит, из этого мы понимаем, что приблизительно мы должны в общем датировать 16 и 17 веках. Значит, действительно, вот в списках мы имели, и если это то, что я вам сказал, 17 и 16, 17, это те авторы писали, они еще не имели точных дат жизни католикоса, мы уже все-таки в 20 веке более углубились в это понимание, и мы имели, Эвдемона первого, Чхепидзе годы правления 1557-1578, и Эвдемона второго годы правления 1666-1673. Значит, а в последнем у нас практически нет никаких сведений. Вот скажите, пожалуйста, почему мы второго католикоса исключали? Ну пока, ну за 7 тысяч уже далеко. Нет, вот смотрите, один католикос в середине, скажем, 16 века. Второй католикос в первой половине 17 века. Почему мы исключаем возможность строительства Пицунского собора, создания вот этих лесок и так далее в первой половине 17? А когда мы с вами тоже 7 тысяч посчитали? Нет, 7 тысяч, вы не ориентируете. 7 тысяч относятся к 15 веку, а мы с вами говорим о 16-м и 17-м. Потому что, друзья, вы не читаете историю Абхазской церкви? Потому что к 17-му веку Пицунда не была уже кафедрой Абхазских католикосов. Они вот именно при Евгемоне первом они переносят кафедру Абхазских католикосов из Пицунды в современные делаки в Западной Грузии. Поэтому смысла не было и не могло быть никаких строительств при отсутствии главы этой церкви в Пицунде. Как вы поняли? Вот почему мы его исключаем. Значит, но еще есть один интересный момент. Допустим, абхазский католикос из 8 века существует, Значит, и у нас есть списки, начиная с 1390-го, более-менее, но там тоже не все вина. Никто не исключает, что в 15-м веке, например, в 1495-м году, о котором мы говорим, мог быть и абхазский католикос с еще одним католикос с именем Евдемон. Тоже назывались греческие имена Астерфином? Нет, нет, как, католикосы, монаши, нет, монаши стучи, они все монаши стучи. Монашествующие люди во время принятия пострига чаще всего берут имена тех или иных очень известных греческих святых византийской церкви. Но все абхазские церкви какие имена носили? Георгии? Где говорите, что там абхазские? Нет, вопрос идет о том, что сидит. Тут не о национальности идет речь. Я вообще не хотела, что был абхазец. Нет, речь не идет об абхазцах. Речь идет о том, что Алексей II возглавлял русскую православную церковь, при вас еще, при нас. Он кто по национальности? Там. Шветы. Ну, эстонец шведского происхождения, который, прадед его переехал в Россию и так далее. Но это же не означает, что он не возглавлял русскую церковь. Понимаете, он же не шведскую церковь возглавлял. То же самое, то есть, если вы сегодня возьмете, допустим, ну и в истории церкви. На кафедре могли быть совершенно разные люди. И кафедра не определялась этническим составом. Единственное, на Кавказе была такая проблема у армян, у грузин, у абхазцев, в других кавказских народах. Например, у армян первые века были как династия. То есть, глава армянской церкви, его сын становился последующим главой армянской церкви. Династическая, да, то есть, теперь, приемлемая церковь. А потом, практически, если вы посмотрите, что в Западной Грузии, что в Восточной, что в Абхазии, что в Армении, всегда кафедру главы этих церквей и епископская, значит, кафедра занимали вельможи. Они все были либо двоянского, либо княжеского происхождения. Но мы говорим о средневековье, как вы понимаете, да, из абхазских католикосов, абхазцы, мы знаем, из сообщения арабской рукописи первого католикоса Иоанна, который возглавил эту церковь, создал, ездил в Антиохию, был рукоположен и так далее, и так далее, в середине восьмого века. И с середины восьмого века до конца абхазского царства десятого века мы имели абхазских католикосов. Потом происходит объединение так называемое абхазо-картвельское, технический термин тоже, хотя это царство называлось абхазским, царица Тамара не именовала себя царицей Карпи, она называла себя царицей Абхазии, абхазии. Но тем не менее мы делим, потому что уже это этнический неабхазский состав. А потом уже появляются, если вы посмотрите рукописи и работы того времени, без конца спор шел между гурийским владеетелем, мегрильским владеетелем дадьяниевцами и чашковцами абхазскими, кто сядет на престол. Понимаете, то есть вот это, но это уже история, поэтому когда мы говорим абхазский католикоз, не надо из-за того, что кто-то из них мог быть грегом, или кто-то из них быть грузином, что это не имеет отношения к абхазской цели. Это абхазская цель, это они возглавляли значит кафедру, которая была, создавалась нашими с вами предками абхазскими царями. Это уже другой вопрос, как и сегодня. Ведь мы же с вами ставим по созданию абхазской церкви, но, простите, таковые реалии, зачем это пойти? Советское время возьмем. Начиная с 1800, даже раньше чуть возьмем, 1850 год создания абхазской патрии. Начиная от этого и заканчивая 1917 годом были епископы абхазские, сухунские и так далее, порядка, скажем, 16-17 годов. Ни одного абхазца не было. Не потому, что только, допустим, они не позволяли, да, часть были грузинские, часть были русские, но еще и потому, что мы с вами тоже кандидатов не предлагали. Понимаете, то есть, чтобы абхазский далекост был, наши дети должны, и в монастыре тоже кто-то должен находиться, монашество, жеремение, образование, соответствую, и так далее. Поэтому, это от нас тоже с вами зависит. Поэтому, если мы будем стоять в стороне, значит, конечно, нашу кафедру будут занимать то одни, то другие. Это от нас с вами зависит. Но мы же над этим с вами не думаем. Мы, и те, кто у нас есть в Абхазии, пытаемся их тоже, так сказать, подальше отправить. Но вы же понимаете, вот, слава Богу, сегодня коренным образом изменилась ситуация. У нас, я уже говорил, раз вы на эту тему затронули, более семи человек, монашествующие, монахи, и так далее, которые могут потенциально быть избранными в качестве епископа, архиепископа, главой церкви. Более семи Абхазцев. Это очень важно. Революции не было ни одного. Понимаете? То есть, вот этот момент тоже вы очень часто себе меня убила, совершенно... Это очень важно. Понимаете, прошло время. Да, да, да. Значит, дальше. Теперь смотрите, вот, Лео Шавашизе, известный, значит, искусствовед в Абхазии, он писал по фрескам, в том числе, вот этим Пельцунским, да? Он их датирует тоже половиной 16 века. Теперь, современные исследователи Виноградова, Екатерина Виноградова и ее супруга Андрей Виноградов, значит, я тоже с ними ездил в Абхазии в одно время, вот, они опубликовали замечательную статью о датировке фресок Мокфского собора в Абхазии. Оно вышло в одном из сборников в Москве, слава богу, мы имеем. Значит, они полагают, что вот вот эта маленькая часовня, которую вы видели, они полагают, что эта маленькая часовня, вот, была усыпальницей Абхазского католикоса Евдемона Первого. Но, мы точно знаем из других описаний, что Евдемон был погребен в Диланском монастыре, и там сохранилась следующая надпись. Христос, упокой в душу Раба Твоего, католикоса Абхазии, он не написал католикоса Милетии, Мегрелии, как сейчас хотели бы, или как западно-грузинский царь бы, как сейчас говорят, я похоронен в могиле царей, велел расписать этот храм и украсил икону Пицунской Богородицы во имя напоминания души моей. Амин. Значит, соответственно, вот русские авторы, современные русские авторы, виноградовые, они здесь допускают ошибки, да, хотя мы не исключаем того, что этот Ивдемон первый, который точно хуже усыпальницу сделал в гелатин, он пока находился в Пицунде, заранее мог продумать и подготовить себе усыпальницу, но так и получилось, что он должен был покинуть Пицунду и больше он туда не вернулся, то есть этот вариант мы тоже не исключаем. Теперь, значит, вот еще хочу ваше обратить внимание, друзья мои, вот по поводу Хреса, вот эти авторы пишут. Греческие мастера, пишет Виноградовый, значит, вот в своей известной статье, украшавшие мавзолей в Пицунском соборе, то есть речь Греческие охранники демонстрируют усердный ремесленный уровень мастерства. То есть мы не просто имеем какую-то маленькую часовню, которую расписывал какой-нибудь иконописицы, неизвестный, это очень хорошая школа, изантийская школа, значит, это представители, возможно, трапезунской, более близкой к нам школы. И как они здесь оказались, это вопрос очень интересный, друзья мои. Почему? Потому что мы с вами думаем, что вот пал Константинополь в 1453 году, и с этого момента турки уничтожили всех христиан, значит, выслали всех греков и армян, и на этом все закончили. Нет, так не было. Дело в том, что до 1924 года нашими с вами соседями по морю, где мы делали первую остановку, были Пантийские крики. Которые потом в силу войны, уже Первой мировой войны и его исходы оказались и часть на территории Абхазии. Поэтому пантийские греки, они жили и при турецком владычестве в Тарпезунке. Вот для себя я недавно узнал это отдельно тем, потом я вам расскажу. Когда в начале в 1905 году Никоджинаше поднялся в Дедричный храм, при том, что все ему грозили, умрешь, погибнешь, исчезнешь, никто не хотел его туда сопровождать, он сказал, не хотите вы, то есть Абхазцы, и он тоже Абхазец был, и они, но он говорит, он все равно поднялся. И он оставил нам великолепное описание храма, разбера его, который стоит на Дудуе Шиха, и так далее. но, обращаю ваше внимание на Дудуе Шиха, я об этом статье потом скажу, он говорит такую вещь, мы сейчас с вами, вот я вас спрошу Абхазцев, значит, Абхазец, Абхазец, но такую фразу хотя бы один-два раза вы слышали. Так, а он пишет, что тогда жители Ачандара, и в том числе Абхазец, 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 более обширный, более широко, вот, вот еще один пример этих росписей. Потом, значит, не только в 16 веке, когда многие греческие живописцы бежали в Венецию, они строят там целый квартал, я жил у них целую неделю, вот, но они приходили к нам. Даже в 18 веке, в 19 веке в Лыханском храме зайдет Абхазский владетельный князь, его могила, гробница, надпись на греческом языке. Сделанная значит, автором, который строил, перестраивал и храм в Сухуми, и из острова Миконос. Где Миконос, вы себе представьте, и где Абхазия. Но это море, друзья мои, вы это не забывайте. Дальше. Ну, я обратил просто внимание ваше на то, и на нашем ушел от темы, значит, мастерство этих фресок, да, друзья мои. Но, вы знаете, я, как сказать, помимо этого еще у государственного образования, поэтому, когда я смотрел, ну, это, знаете, фантастика. Какие-то вещи просто фантастические, да, и не надо что-то выдумывать, то есть можно детей вот этими иллюстрациями, да, учить, в том числе, значит, если говорить о современной живописи, потом, мы хорошо знаем, что такие понятия, как кубизм, да, Пикассо, потом, Медео Меделянии и последующие живописы 20 века, они же многое брали из фресок, это еще знаменитый француз Матисс сказал, когда он приехал в Москву, увидел росписи, только что открытую роспись Успенского, Соборовского, что там на западе ищите, понимаете, то есть, это же, это же не просто так на ровном месте возникло, поэтому, с этой точки зрения, если мы хотим иметь автор абхазских Матиссов, Пикассо, остальных немножко надо оставить абстракцию, да, современную, в которую влюбились все, и немножко посмотреть вот эти вещи, в которых невероятный, значит, материал, который позволяет сформироваться современному художнику в том числе. Дальше, значит, есть еще одна работа, уже тот же Андрей Виноградов и Денис Спилецкий, это называется «Церковная архитектура Абхазии в эпоху Абхазского царства, конец 8-10 века, она вышла буквально год тому назад, значит, в отношении Пицунского собора они пишут следующую очень важную вещь, сапоминайте, Пицунский собор представляет собой единовременную постройку без явных следов перестроек за исключением ремонта 1860 года, переставрации 1859 года и появления аргана, то есть, на протяжении вот большого времени сильных перестроек не было. По мнению этих авторов, Пицунский собор был перестроен, построен, точнее, по заказу абхазского царя Дмитрия II в конце 1960 года, простите, 1960 года, то есть, вторая половина 10-го века, либо абхазского царя Баграта I, который тоже правил в конце 10-го века, смешанной артелию мастерской византийских работавших с кипячом и таокских работавших с камнем мастеров. Таок, ладжетит, находится на территории современной Турции. Дальше, где-то до 17-го века, пишут они, от которого мы имеем первые описания и рисунки собора, он прикрепил незначительные изменения. Были произведены вычинка и устроена новая переграда, престол, лестница на хоры и фрески последние написаны в середине 16-го века. Заставляют предположить, что и остальные перечисленные детали относятся к этому времени. Другими словами, друзья мои, эти авторы, они проводили очень серьезную работу, это огромнейшая ресситация, значит, полагают, что вот эта усыпальница, эти фрески, которые вы сейчас видите, другие перестроят Петсунского собора произошли в середине 16-го века, то есть во время правления в Демона Пьер. Дальше, единственное, вот, друзья мои, с литировкой Петсунского собора, ну, абсолютно согласиться не мухмышленности не к указанию источника, что при этом абхазском царе строилось, или при другом абхазском царе. Но точно мы знаем одно, такого рода масштабная постройка, а это самая большая постройка в средневековой Абхазии, то есть больше Петсунского собора, я, значит, уже имел такой специальный аппарат, измерить размеры Петсунского собора, ну, например, высота купола достигает 30 метров, точнее, высота самого храма 30 метров, да, значит, длина его составляет 40 метров. даже когда вы просто визуально смотрите, масштабность, то есть такого равного у нас нет, у нас есть крепости, храмы, святыни, соборы, так далее, но больше Петсунского мы нигде не встречали, и он мог быть возникнуть только во времена абхазских царей, абхазского царства, то есть между восьмыми десятыми века. Значит, и последняя дата, значит, которая дается здесь. Тут есть одна очень важная особенность в этом. Вот мы, я пока не могу с этой датой разбраться, или семь, или семь тысяч. Значит, почему не остается нам понятным, какую систему сам автор использовал? То есть подсчет времени византийский использовал от сотворения мира, или так называемый индикционный что такое есть. В этом вопросе нам немножко нужно будет разобраться. Но мы точно знаем одно, что дата, предложенная Дискунисом в 1492 год, никак не стыкуется с временем правления в Демона 1. Вот это вызывает у нас тоже определенную проблему. Итак, вот с учетом всего того, что я вам сказал, вывод сегодняшней нашей лекции следующий. Значит, мы вправе полагать, видите, я не говорю, что, только так мы вправе полагать, что греческая надпись погребального храмника или мавзолея, а хотим называть, Пицунского собора свидетельствует, что во время правления абхазского католикоса патриарха и в Демона 1, не знаю, мавзолея, в Ящику и 15154, а мы еще можем больше уточнить, мавзолея, 1557 и 1569, Потому что тогда он уже переехал туда. Пицунский собор претерпел незначительную перестройку. Были произведены вычинки, устроена новая алтарная преграда. У нас есть фотографии 19 века. Престол, святая трапеза, лестница, которую вы сейчас поднимаете в органном зале на второй этаже. В Нортексе, то есть в притворе, встроен погребальные храмы, усыпальницы на земле. Появились новые фрески. Целиком были расписаны стены погребального храма. Хотя нельзя исключать и того, что все эти перестройки могли быть осуществлены и ранее. То есть мы этого не исключаем. Если кто-то докажет, что это в 1492 году никаких проблем нет. С учетом того, что в 17 веке абхазские католикосы уже не находились в Пицунде, проведение вышеуказанных работ в Пицунском соборе при католикосе патриархии в Димоне II маловероятны. Все вышеперечисленные работы были сделаны артелью греческих мастеров, о чем помимо всего остального свидетельствует и рассматривая на нами надпись на греческом языке, работавших, возможно, и в других абхазских храмах, например, в Мокском соборе, потому что эти фрески практически идентичны с точки зрения современных исследователей. Работами руководил мастер, архитектор и живописец, грек по имени Параскивас, оставивший четырехстрочную надпись на греческом языке на стене погребального храмника, содержащий его молитвенное призвание к Богу и хронологическое проведение работы. Сохранившиеся фрески погребального храма Пиццурского собора демонстрируют нам и уровень мастерства греческих живописцев. Мы не можем знать, кому принадлежала разработка тем сюжет росписи погребального храма, то есть заказчику или самим греческим мастерам. Но изображение двух апостолов, Андрея Первозванного и Симона Канонита, а также святого Реана Златоуста, среди сюжетов фресок погребального храма, свидетельствует о том, что заказчики, либо сами мастера, хорошо были осведомлены об истории христианства в Абхазии. Им были известны сведения из византийских источников о благовестии святых апостолов Андрея и Симона Канонита в Абхазии и ссылке святого Реана Златоуста в Пиццуду, хотя святитель и не дошел до него. То есть мы даже тематическую, абхазскую тематику имеем в этих русских. Понимаете? Да, то есть два апостола, Симон Канонита и Андрея Первозванные, в огромной низшей задружении. Мы нигде не имеем. То есть человек, когда он это делал, он знал, что эти есть источники, говорящие, что они проповедовали в Абхазии. И человек знал, что Реан Златоуста был сослан в Абхазию. Поэтому до сегодняшнего дня вот эту идею, которую я вам сейчас высказал, никто это не отмечал. Допустим, тот же Левыш Ивашид подробно расписывает что-то, сцена погребения, сцена стратия Христа. Ну это общее для всего христианства. А вот эти детали подчеркивают нам, что живописцы или заказчики использовали местную тематическую тему. Как, например, мы имеем в 4 веке, точнее, простите, в 5 веке, в знаменитой Петсунской мозаике. Где сцена, значит, жаждущего олениц, псалма, прибегающих водам, значит, там вместо этого мы имеем коровую тюрьму. Да, то есть фрагмент некой местной, скажем так, интерпретации. Это тоже очень важно. Кому принадлежала усыпальница, устроенная внутри погребального храмника, нам неизвестно. Поэтому не говорите, что это, там, значит, Симона Андрея Первозванного, Илья Анну Златуруста. Более того, я должен вам сказать, что теперь еще появилась, я не знаю, это может быть в 19 веке она появилась, но одна... Там две города были защищены. Одна внизу, с низшей, там большая. И одна наверху, вот, с боковой стороны, под апостолом. Поэтому вот этот момент тоже никто не обратил внимания, мне очень сложно сказать, какая из них появилась, значит, более позже. А появиться она могла при монахах, которые уже там жили в 19-м, начале 20-го века. Возможно, она создавалась, то есть это усыпальница по заказу абхазского католикоза Патриархи Ардемона, в качестве его собственной усыпальницы. Значит, в фейсбуке одна девушка спрашивает меня, я пишу, что мы снимаем фотографии усыпальницы Писусского. Она говорит, а зачем? Я говорю, подбираю себе усыпальницу. Подбираю себе усыпальницу. Так вот, однако названный католикоз, в силу уже известных нам обстоятельств, умер в Гелате и был погребен там же. Значит, благодарю вас за внимание. Спасибо.